Сегодня на повестке дня вопросы развития аграрной отрасли, повышения эффективности ее работы и увеличения ее вклада в совокупный национальный доход. От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей, валютное поступление, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Люди, прежде всего, должны быть накормлены, одеты, в словом, жить нормально. Тогда и будет социально-экономическая стабильность. Во многом этому способствует сельское хозяйство. В целом аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия, существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потребления на душу населения. Обеспеченность по молоку составляет почти 270%, мясу 135%, сахару более 150%, картофелю 112%. По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Мы входим в пятерку стран экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции. Это главные продукты сельского хозяйства. Отечественное продовольствие поставляется более чем в 107 государств мира. Валютная выручка от ее реализации в 2023 году составила почти 7,5 миллиарда долларов. И это при резком падении мировых цен. Сегодня стоит задача двигаться дальше. Сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть. Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты населения. Повторю еще раз. Нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть. Но их надо забыть. Знаете для чего? Нужно железно расширять производство экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные географические сегменты. Иного не дано. Поэтому разговор мы поведем не столько об успехах, я уже сказал, они есть, сколько об имеющихся проблемных вопросах. Решение которых позволит выйти на существенно более высокие показатели. Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромное, чуть более 1% роста. А в растении воссы мы упали более чем на 1%. В животноводстве 4,5% плюс. С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно.